Не под охраной, а под надзором. Челябинским осужденным дают возможность вернуться к нормальной жизни. За мелкие преступления нарушителям вместо камеры в колонии предлагают место за станком на заводе. Как проходят принудительные работы в исправительном центре номер 2, знают мои коллеги. Статья срок. Статья 111, статья 4. Срок 7 лет. Вещи берем по хламу. Справа, по-моему. Александра в исправительном центре 2 месяца. Впереди еще больше 3 лет. Сюда он перевелся из колонии строгого режима. Принудительная работа отбывает формовщикам кассеты на заводе железобетонных изделий. Разница между колонией и исправцентром очень огромная, потому что там ты максимально изолирован от общества, и у тебя мало там возможностей каких-то либо. Теперь Александр старается использовать время максимально продуктивно. Парень окончил обучение на повара-кондитера в планах получить водительские права. Осужденные могут вести практически нормальную жизнь. Зарабатывать деньги, встречаться с друзьями и близкими некоторые даже заводят семьи. Но время пребывания на свободе все-таки ограничено, а ночевать приступивший закон должны в исправительном центре. Остаться у родственников в выходной можно только с разрешения. Алмаз Валимович, что мне нужно сделать, чтобы выйти в свободное время, в личное время в город? Вы пишете заявление на имя начальника, где указываете причину, по которой вы хотите выйти в город. Вам разрешен выход в личное время с 13 до 19.00. Осужденные работают на оборонную промышленность, на предприятиях ГУФСИНА, на заводе железобетонных изделий, мебельной фабрики. В исправительном центре номер 2 принудительные работы отбывают более 180 человек. 150 проживают в самом учреждении. Часть заработанных денег отчисляется в бюджет государства или человеку, которому был причинен вред. Основная масса осужденных – это заключенные из колонии, которые практически отбыли свое наказание. В исправительный центр часто попадают за неуплату алиментов, кражи и мошенничества. Они, так скажем, не выпадают из общества, как это в колониях происходит. А все-таки тут они социализируются, налаживают социально полезные связи, общаются с родственниками, со знакомыми. Многие из них даже заводят семья, женятся, рожают детей. Правда, за нарушение режима, распитие алкоголя или прием наркотиков с относительно свободной жизнью можно попрощаться и вернуться в колонию. Такие случаи происходят не особо часто, но все же случаются. Дмитрий Бачко, Венера Каримова и Павел Востротин. 31 канал.